приветствую всех на нашем канале сегодня разговор у нас пойдет об очень болезненной теме мою кошку или моего кота рвет что делать и стоит ли вообще паниковать данной ситуации давайте в этом разберемся и так на что вы должны обратить внимание когда вашего животного начинает рвать во первых вы должны обратить внимание то что как часто вашего животного рвет если это идет изнуряющий рвот на протяжении всего дня то это уже повод обратиться к врачу если рвотные массы содержат наличие крови и не переварившуюся пищи наличие желости это тоже повод обратиться к ветеринару если к этому еще присовокупится и изнуряющий понос это тоже повод быстро брать животного и бежать к доктору но если у вас периодичность рвоты бывает один-два ну максимум три раза в месяц и рвотные массы содержат пенные слюнистые выделения с комочком шерсти то в общем то поводов для паники я бы сказал что не существует понаблюдайте внимательно за животным если ваше животное не отказывается от пищи ведет себя хорошо ходит в туалет регулярно нет не изнуряющего поноса то в общем то это нормальный естественный процесс который происходит в организме животного дело в том что организм у наших хвостатых и усатых это саморегулирующая система и ту часть шерсти которые они особенно в весенний период начинает интенсивно себя вылизывать попадает желудочно-кишечный тракт и вот таким образом организм начищает начинает освобождаться от количества шерсти попавший в организм но бывают такие случаи когда естественным путем комочки шерсти и шерсть слизанные животным не выходит естественным путем и может скопиться в кишечнике образовав там ну если грубо сказать затор в результате чего по образовывается воспалительные процессы в кишечнике и вплоть до того что может это даже дойти до хирургического вмешательства поэтому особенно когда мы наступает момент линьки вы должны соблюдать несколько мероприятий которые помогут избежать вот таких вот неприятных ситуаций так что же мы должны делать во первых как я уже сказала внимательно наблюдайте за вашим животным если поведение животного не изменилось общий образ жизни у животного не изменился животное ведет себя хорошо кушает тоже хорошо то в принципе обычных таких мероприятий профилактических будет достаточно и так значит первое что вы должны делать для того чтобы не образовывались комочки шерсти как раз вот я сказала в толстых отделах кишечника что для этого нужно сделать первое на первое обязательно это регулярное расчесывание животного я бы вам даже советовал если у вас животное пушистое вычесывайте приучить его с детства к тому что вычесывать нужно фактически ежедневно если у вас гладкошерстное животное или имеет короткую шерсть то можно свести расчесывание в два раз три два три дня приучайте как я уже сказал животного с детства к расчесыванию на рынке сейчас существует масса пуходерок расчесок если такие расчески мне очень нравится с капелькой то есть не обдирает в кожу животного здесь вот содержатся зубчики которые помогут расчесать уже свалявшуюся шерсть форма видите расческа повторяет как раз вот изгиб кошки то есть в принципе кошки очень хорошо реагировать на расчесывание есть еще вот такие аппараты они называются дошедр здесь еще круче как говорится в данном препарате это самоочищающий препарат содержим вот такой кнопкой то есть вы расчесываете животного там содержится лезвие которое вычесывает свалявшийся под шорт или тот подшерст который уже ну от произошел процесс отмирания то есть он легко вычесывается далее нажимаете кнопочку очищается самоочищается и все продолжаете дальше вычесывать это особенно хорошо для пушистых кошек и котов второй пункт который вы должны тоже обязательно соблюдать посеете вашему животному обязательно травку тем более близко к весне когда у них наступает так же как у людей процесса витаминоза и не хватает витаминов поэтому вот такой зеленый коктейль будет служить дополнительным и дополнительным поставщиком микроэлементов витаминов и в то же время травка великолепно очищает желудочно-кишечный трав животного опять-таки производители все беспокоились смотрите удобный контейнер в нем содержится уже почву в которой нужно разместить и травка вы просто перемешиваете заливайте водой ставите в теплое место и начинается процесс подращивания это вот у триул есть такая травка есть альпийские луга тоже разные расспособства есть маленькие вот такие травки рассчитаны для посева в грунт или песок или куда угодно или можете просто водой залить она прорастает тоже замечательно и есть вот у альпийских лугов тоже в коробочке травка и 3 которые тоже важны очень я считаю что наверное один из самых главных моментов это употребление специальных паст таблеток подушек которые содержат волшебные вещества под названием мальпаста именно эта паста способствует качественному быстрому выведение комочков шерсти из организма вы можете покупать как отдельно мальпасту она находится в тюбиках вот здесь у меня представлены клини здесь вот тоже написано паста для выведения комочков шерсти серебро она тоже вот состав приблизительно у них у всех одинаковое содержание мальпасты находится в тюбиках удобно для пользования то есть вы открываете тюбик выдавливаете животное животное очень охотно ест вот эту мальпасту также можно покупать вот такие различные подушечки главное чтобы было вот здесь написано плюс мальпаста но могу сказать что вот подушечки таблеточки или еще что такое содержание мальпасты это хорошо так для профилактики вот это это же фактически помощь то есть это можете давать на протяжении всего сезона весенне зимнего летнего веселья на протяжении всего года с незначительными перерывами вот этому даем если у вас животное гладкошерстное даем сезонно если у вас животное длинно шерстное то конечно выдавать это надо почаще я бы даже вам советовал раз в два в три месяца давайте прям комплексом мальпасту на протяжении там двух-трех недель дозе доза однократной доза потребления это 2-3 сантиметра некоторые там пишут 5-6 сантиметров на один прием независимости от момента питания то есть мальпасту можем давать в любой промежуток и четвертый тоже один из самых важных моментов это правильное подобранное питание дело в том что в каждом производителе премиум класса кормов есть обязательно корм который способствует введение комочков шерсти на нем как правило всегда это указывается но если вдруг вы не нашли что это или написано по-английски вы не можете с этим справиться то вы можете даже прочитать что основные компоненты это лун ланолин должен содержаться и специализированный клетчатка это вот как раз два вещества которые активно выводят комочки шерсти из организма вот на это тоже стоит обратить внимание а если у вас животное длинношерстное то я бы советовала вам включать вот такое питание регулярно если у вас нет возможности купить специализированные корма бывает и такое и нет возможности купить мальпасту что же делать ну здесь в помощь может пойти народные способы вы можете давать вашему животному если вы видите что животное страдает и часто у него рвотные приступы вот с количеством шерсти дайте ему 3-4 миллилитра вазелинового масла или же обычного подсолнечного масла который не имеет запаха подавайте на протяжении там 10 дней вы увидите даже животное само откажется когда уже будет достаточно ему то есть прошло какой-то в неделю у нас вначале очень охотно вылизывать масло а потом спустя время он как-то так уже все так более неохотно неохотно то есть уже достаточно ему очищение прошло и животное сам регулировать насколько вот нужно ему будет это масло предложите вы будете приятно удивлены что кошки тоже любит подсолнечное масло но это вот такие вот небольшие советы вам в помощь особенно вот сейчас весенний период оставайтесь к на с нами подписывайтесь на наш канал пишите нам о темах которых вы хотели бы с нами от нас услышать с нами поговорить и обсудить про ваших домашних животных любимых хвостатых и усатых пишите нам мы с удовольствием будем снимать для вас ролики и отвечать на все вас ваши интересующие вопросы оставайтесь с нами и всем пока